Друзья мои, а кто-нибудь из вас прочитал вот эту мудрую книжку, которая прилагается к каждому автомобилю? Она достаточно толстая, и написали ее не самые глупые люди. Приснится же такое. График нормального обслуживания, кроме Европы. Господи, кто читает эту дичь? Ужас какой-то. О чем это я? А, добрый день, дорогие друзья! К нам, кстати, обратился владелец со стуком двигателя. Пойдемте-ка посмотрим. Сегодня у нас в ремонте автомобиль Kia Sportage 2015 года выпуска с пробегом в 75 тысяч километров и двигателем G4NA. Владелец привез этот автомобиль и попросил его не заводить, потому что, с его слов, он сказал, что кажется ему, у него характерный звук, похожий очень на стук коленчатого вала. Ну, соответственно, и мы не будем заводить двигатель, дабы не усугублять ситуацию и не получить здесь при вас кулак дружбы. Поэтому, поверьте на слово, двигатель стучит. Ну и раз владелец обращается с такой жалобой, естественно, мы попытались выяснить у него, как автомобиль обслуживался, с какой периодичностью, на каком масле он ездил. Итак, автомобиль у нас, напомню, 2015 года, со слов владельца, он обслуживался раз в год примерно в 13-14 тысяч. Ну и посчитаем. Если автомобиль купили в 2015 году, первое ТО 16, 17, 18, 19, 20, каждые 15 тысяч у нас пробег 75 тысяч километров. То есть, владелец проводил ТО в соответствии с сервисной книжкой, только, к сожалению, он не перевернул следующую страницу. Но, по нашему мнению и из опыта работы с этими автомобилями, желательно масло менять в два раза чаще. То есть, с интервалом не в 15 тысяч, а порядка 7-7,5 тысяч километров. Так, давайте же разберем с вами этот двигатель и посмотрим, что же явилось причиной выхода его из строя, откуда появился этот стук. Это вот масло, на котором ездил владелец. 5,30. Ну вот, сейчас очень хорошо видно, да, сколько стружки в масле. Не, ну, чтобы такие моторы, да, без задиров, такого не бывает. Не, ну да, он еще не стучал, и вот, ну, начало бы... Вернее, он стучал, только не в том месте. Натертости есть, да, но не криминальные. Если бы следил за уровнем, ездить бы ему еще и не ездить. Да, еще бы он не поездил. Поддон, а внутри куски вкладышей, остатки, вернее, вкладышей. Вот они валяются. Задиры есть на вкладышах, вот они. Вот здесь прям глубочайший. И колено. Вот он болтается, да? Ага. Ну, смотри-ка, он не посиневший, да, удивительно? Ну, он его заглушил уже. А, успел. Ну как, не знаю, как было. Но не успел бы, запрыгают, прихватить не успел. Да, не, вот они, сейчас протрем получше, покажем. А первый? Ага, да, первый. Раз, прокрутила. Два, прокрутила. Да, нет, да. Да. Третий. Три. Ну? Все четыре. Все четыре. Смотри, хлопья. Это, как это называется-то? Бинго. Четыре четырех. Да. Где полукольца? На колени. Самое главное, что хоть корень не прокрутила, что блок его останется. Ну да. Это уже... Могло быть гораздо хуже. Они здесь, да, вроде целенькие. Ну, да, они там, он на постели один лежал, самое главное, вот замочки, говорится, где-то нормально. Не, не болтается там вкладыш, самое главное. Да, бывает, что прям легко крутится. Ну, вот почти его, прям, видишь? Получается, в корень, как говорится, спасла. Четыре шатуна, колено, масляный насос, ну, и, естественно, вкладыши коленные. Смотри, с завода, как у него стоят замочки. Да, замок замку. Я еще не прокрутил. Это неправильно. Здесь так же, нет? Нет, здесь, правильно. Покоцанный весь. Видишь? Да, покоцанный он. Да, 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 все, это вот он, да. Видишь? Ну, и здесь же вот. Видно, он, да. Насос умер. Ну, он же явился первопричиной, правильно? Да, да, все изобретено. Так, я сейчас переверну. Да, это болты просто, да, сюда. Это пускай тут. Нет, хочешь, можешь добавить кружки. Сейчас мы все разложим, да. Разобрали двигатель, и вы, конечно же, нас спросите, а что с катализатором? Пойдем посмотрим. А это наш катализатор. Естественно, он разрушен. Поэтому, ну, эндоскопом туда сейчас лезть нет смысла, потому что так хорошо все видно. Ну, и давайте начнем сверху и пойдем с этой стороны в ту сторону. Итак, головка блока. Чего не случилось, внешне очень в хорошем состоянии. Естественно, мы притрем колпана, заменим маслостемные колпачки. Как мы уже много раз рассказывали, даже при масляном голодании, с распределительными валами здесь практически ничего не происходит. Также и здесь у нас постели распредвала износа практически не имеют. Если есть какие-то царапки, то они настолько незначительные, что на работу, на качество работы не влияют никаким образом. Поэтому распредвалы и постели останутся без изменений. Передняя крышка в сборе с масляным насосом имеет небольшие лаковые отношения. А масляный насос у нас имеет следы масляного голодания и повышенного износа рабочих поверхностей зубьев. Обратите внимание, вот на большой шестеренке следы. И вот здесь тоже. А к чему же привело масляное голодание? А масляное голодание нас привело к тому, что появились глубокие задиры на коренных вкладышах. Но единственное повезло в том, что в постели, в этом у нас постель коленвала, и вкладыши не провернуло в их посадочных местах, как в постели, так и в блоке цилиндра. Обратите внимание, вкладыши не провернуты. Сам блок цилиндров находится не в удовлетворительном состоянии. Почему? Потому что у него задиры. И задиры достаточно глубокие. Вот как по четвертому цилиндру, третий, второй, первый цилиндр. Ну, естественно, все стандартно. На поршнях у нас точно так же. На юбках имеются задиры. Вот они. И, разумеется, залегли маслоотъемные кольца. Причем это на всех поршнях. Причиной стука явились шатунные вкладыши. Их провернуло. Причем провернуло во всех четырех шатунах. Вот они у нас имеются здесь. И с первой шейки коленчатого вала мы вкладыши снять не смогли. Поэтому в данном случае потребуется замена коленчатого вала, передней крышки в сборе с масляным насосом, комплекта коренных и шатунных вкладышей, шатунов, поршней вместе с кольцами. И, разумеется, гильзовка и хонинговка блока цилиндров. Но мы так и не ответили на самый главный вопрос. Что же явилось первопричиной этого дефекта? Что вызвало все вот эти фатальные разрушения двигателя? Друзья мои, а кто-нибудь из вас прочитал вот эту мудрую книжку, которая прилагается к каждому автомобилю? Она достаточно толстая, и написали ее не самые глупые люди. Так давайте же прочитаем некоторые цитаты из этой книги. Я даже сделал закладки. Итак, начнем. Это должен знать каждый владелец автомобиля. Так что же здесь написано? Проверка уровня масла в двигателе и отсутствие утечек нужно проверять каждые 500 километров или перед продолжительной поездкой. Кто-нибудь из вас делает это? Если да, то молодцы. Если нет, следующее. Для региона, к которому мы относимся, интервал обслуживания у нас рекомендован каждые 15 тысяч километров. Это нормальное обслуживание. Но есть такое понятие, как техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. Что же такое тяжелые условия эксплуатации? Подходит ли наше условие как тяжелые? Читаем внимательно. А. Регулярные поездки на малые расстояния. Б. Длительная работа двигателя в режиме холостого хода. С. Езда по запыленным неровным дорогам. А какие у нас дороги? Правильно. Неровные и запыленные. Читаем дальше. Самый прекрасный у нас здесь пункт D. Эксплуатация автомобиля в районах с обильным применением соли, что я вижу, или иных веществ, вызывающих коррозию, или при очень низкой температуре. А чем у нас дороги поступают? Совершенно верно. Солью. Итак, раз мы выяснили, что у нас тяжелые условия эксплуатации, то для этого моторное масло и масляный фильтр рекомендуется менять за исключением Ближнего Востока, а также Центральной и Южной Америки. Это же не мы. Не мы. Правильно. Когда? Через каждые 7,5 тысяч километров или 6 месяцев. Кто из вас, дорогие друзья, соблюдает этот график обслуживания? Получается, купил машину и каждые полгода меняешь масло. Весной и осенью. Вот как-то надо обслуживать свой автомобиль. Согласно вот этой мудрой книге. При разборке двигателя обнаружили поломку муфты фазовращателя. Был сломан штифт. Вот этот штифт, такой грибочек, эту шайбу мы привалили для того, чтобы извлечь кусок, который остался в распределительном валу. Здесь он разбил посадочное место, и муфта не работала. А раз произошло вот такое происшествие, то, естественно, решили заглянуть внутрь этого фазовращателя. Мы его, естественно, подразобрали предварительно, чтобы времени терять. И что же мы здесь увидели? Увидели мы здесь большой износ на корпусе. И износ этот связан как раз с качеством масла. И изнашивается он из-за того, что теряются смазывающие свойства масла. Почему? Потому что нет своевременной замены его. Если вы увеличиваете пробег межсервисный перед заменами, то это приводит как раз к ухудшению смазывающих свойств. Появляется вот такой повышенный износ как на этих деталях двигателя, так и, соответственно, на масляном насосе, на стенках цилиндров, что приводит к поломке двигателя. И многие нас спрашивают о том, как же работает эта фазовращатель, потому что не все это понимают. Давайте здесь разберем второй фазовращатель. И на его примере покажем это впускной вал. Вытащим, чтобы он там не клинил. Вот в таких диапазонах он вращается. Ротор прикручен к валу распределительному непосредственно. И вот в таком диапазоне вращается вал. Теперь давайте попробуем пояснить на пальцах принцип его работы. Двигатель у нас вращается всегда по часовой стрелке. Соответственно, вращаться у нас будет в эту сторону. Предположим, что эта метка у нас обозначает верхнюю мертвую точку. Поршень у нас стоит вверху. И при начале движения поршень идет вниз, и у нас начинается такт впуска. И нам в этот момент, если все стоит жестко, у вас начинает открываться вместе с поворотом коленчатого вала. И опусканием поршня вниз начинает открываться впускной клапан. Теперь же мы решаем, блок управления решает, что впускной клапан нужно открыть немного позже. То есть поршень должен опуститься чуть ниже, а после этого только открыться впускной клапан. Для этого вот в эту камеру, которая называется поздняя, подается давление. У вас поршень продолжает опускаться вниз, а за счет вращения ротора вал у вас остается на прежнем положении. И поршень, уйдя вниз, клапан у вас остается закрытым, и только спустя некоторое время начинает открываться. Это есть поздняя камера. Через некоторое время меняется режим работы двигателя. Блок управления решает, что в момент, когда поршень начинает идти вниз, вам клапан впускной уже должен быть открыт. Поэтому при подходе к верхней мертвой точке у вас подается давление в раннюю камеру. И поэтому что происходит? У вас поршень подходит к верхней мертвой точке, а распределительный вал с помощью ротора уже поворачивается. И клапан уже начинает открываться гораздо раньше, чем поршень подходит к верхней мертвой точке. Вот поэтому здесь есть ранняя камера и поздняя камера. Вот таким образом он работает. Ну, надеюсь, пояснил вам понятно. Привезли блок с гильзовки. Сейчас собрали новые шатуны, новые поршни с кольцами. И будем устанавливать в блок вот сами запчасти, коробочки от них, колечки и поршни. Теперь давайте пройдемся по оставшимся новым запасным частям. Итак, масло мы будем использовать 5,20. Вот такое. Колечный вал новый. Натяжитель новый. Коренные вкладыши новые. Комплект. Болты головки блока одноразовые. Тянутся по пределу текучести, поэтому меняем на новые. Упорные полукольца. Масленасос в сборе с передней крышкой. Успокоители. Шатунные вкладыши. Цепь. Масляный фильтр. Свечи зажигания. И, соответственно, комплект прокладок и сальников на двигатель. Осталось только завести мотор и послушать, как он работает. Двигатель собран и установлен. Хочу сразу предупредить, что запуск у нас будет не первый. Потому что двигатель установили вчера вечером, когда мы ушли. А утром, когда мы еще не пришли, его завели. И он у нас работал на холостом коду несколько часов. Для того, чтобы перед выдачей клиенту двигатель прошел так называемую небольшую обкатку. Ну и сами мы убедились, что из него там ничего не течет. Не капает, работает ровно и не гремит. Поэтому сейчас давайте с вами попробуем его завести и послушать, как он работает. Так, лампочки погасли. Но это говорит то, что на улице холодно. Пойдемте послушаем. Сами слышите, как работает двигатель. Цокуют это форсунки. Работает хорошо, ровно. Не трясет и не колбасит. Ну и ремонт будет неполным, пока ты не поставишь вот эту декоративную крышку. Ну и осталось подвести итог по стоимости работы запасных частей. По работам ремонт обошелся в 60 тысяч рублей. Это снять, поставить двигатель, разобрать, собрать, продефектовать. И плюс еще здесь была гильзовка блока. И также мы установили пламя-гаситель вместо разрушенного катализатора. По запасным частям ремонт обошелся в 140 тысяч рублей. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!